Привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня начинается новый влог. Давеча я заглянула здесь в свои комментарии под видео о щеточке. Честно говоря, меня немного удивили эти комментарии. Спасибо тем, кто поддерживал меня. Но для меня очень важно сейчас сказать то, что я вам скажу. Муа! Сказать, что все, что я говорила и все, что в этом видео абсолютно чистая правда. Я никогда бы не пошла на то, чтобы мне сказали, вот про эту щеточку скажи так, а про эту скажи так. И мне кажется, что уже пора бы, наверное, даже знать меня как человека, который на это не пойдет. Я даже, блин, я даже не могу сыграть порой какие-то эмоции, которые нужно сыграть. И я всегда с вами честна. Поэтому мне хочется, чтобы вы знали, что если что-то я вам показываю, если я вам что-то рекомендую, если я вам что-то советую, то глубоко внутри я также думаю, убеждена, и это мне нравится. Я не могу сказать на вещь, которая мне не нравится, сказать, что она хорошая, что мне нравится. Если я вижу очевидную разницу, я не могу сказать в обратном. Понимаете? Если я вижу, что это плохо, а это хорошо, я не могу сказать наоборот. Это просто прийти к моему внутреннему. И я хочу, чтобы вы это знали. Знаете, что все, что происходит на моем канале, это чистейшая правда. Я никогда ничего не выдумываю и никогда не обманываю. И что касается щеточки, кстати, я ей пользуюсь сейчас. У меня мама попросила фейк. Я говорю, мама, просто сравни, говорю, разницу. Оригинальная щеточка и фейковая. И она просто взяла их в руки и сразу же сказала, что действительно есть разница. Я говорю, а более того, когда ты знаешь, из чего она сделана, что это за силикон, медицинский, не медицинский. Чтобы вы понимали, как у щетки вообще идет речь. Речь идет о вот этой вот щеточке, которая теперь у меня на полочке. И честно говоря, я думала, что я ей не буду пользоваться в силу того, что просто ее надо взять и ей надо пользоваться. Я же ленивая, как вы знаете. Но она стоит у меня на полочке просто все время под рукой. И как только я умываюсь, я, естественно, всегда использую ее. И я честно кайфую от нее. Мне она очень нравится. И сразу могу сказать, что результат реально, мне девочки даже писали отзывы, результат от нее с первого раза. То есть каждый раз, как только я ее использую. Это не так, что я использовала, мне надо неделю там ее поиспользовать, чтобы увидеть результат. Нет, результат с первого раза. Вот просто вы ее берете. Если есть у ваших друзей, у кого-нибудь, у подружки такая щетка, просто придите и попробуйте. Я не знаю, правда, насколько это гигиенично. Хотя она из такого экологичного материала, который не оставляет бактерии. Который не оставляет бактерии и на ней как бы не собирается и не скапливается все это. Поэтому, мне кажется, можно было бы попробовать один раз у подружки. И вы сразу с первого же раза увидели бы результат. И, мне кажется, с любой щеточкой сравнить просто тот материал, из которого это сделано, поэтому оно и стоит денег. Потому что этот материал не может стоить дешево. Я вот так думаю. И я и пользуюсь утром, вечером. Ну, не всегда получается, конечно, утром и вечером. Иногда я пользуюсь только утром или только вечером. Особенно, когда я срочно хочу почувствовать свою кожу офигенной и шикарной, простой и мягкой. Щеточка реально замечательная. И то видео, я его прикреплю еще раз в описании, в инфобоксе, ссылку на то видео, где я сравниваю фейк и оригинал. Ну, девочки, пересмотрите внимательно. Там же даже видно, многие писали мне в комментарии, что, а как можно так писать, что это какой-то неправдивый отзыв, там, да, или рекламный, когда видно. Ведь я так показываю вам близко, чтобы вы увидели, насколько тоненькие здесь волосочки, да, насколько вот все мягко, насколько все качественно. Ведь это видно даже на видео, как дребезжит, шуршит фейк там, да, весь разваливается уже вот-вот. И как тихо работает эта машинка. Кстати, с того видео уже прошло очень много времени, и я ее ни разу не заряжала. Она до сих пор работает. Вот. Поэтому, не знаю, я полностью довольна. Я рада, что эта щеточка у меня появилась. И я ее с огромным удовольствием рекомендую всем своим друзьям, всем своим родственникам. И даже если меня спросят, что, реально есть там разница, может, лучше не тратить деньги такие, да, там, фейк купить. Я скажу, нет, девочки, возьмите лучше ее. Лучше один раз потратиться, но это будет реально качественная вещь, которая прослужит долго, и которая не только прослужит долго, но и реально качественно для вашего лица. Я, например, не хочу лишний раз прикасаться к своему лицу. Ну, особенно есть чем сравнить, да. Когда ты не знаешь, с чем сравнить, ты, может быть, и думаешь, да, это сойдет. Но когда ты видишь крутую вещь и держишь ее в руке, то потом ты не хочешь с чем-то другим прикасаться. Мне лично вот это нравится просто 100%. И если мне сейчас дадут какую-то щетку другую, я скажу, нет, у меня есть своя офигенная. Я хочу ей только пользоваться, другими щетками не хочу пользоваться. Да, цена у нее не низкая, но понятно, почему. Все качественное, все хорошее всегда стоит больших денег в своем большинстве. Это реально какие-то находки, если ты что-то там находишь, дешевые, качественные. Как правило, это очень редкие моменты, реально. Поэтому за качество всегда ты платишь. Хорошие деньги. Я это уже усвоила для себя. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, лучше брать оригинальную щетку и даже не думать. Как раз сегодня ко мне придет подружка. Мне хочется привести себя в порядок. Да, удобно, кстати, вот эти вот, блин, режимы по 15 секунд. На одном месте. Так вот стоит она у меня всегда под рукой здесь. И хорошо, что она водонепроницаемая. Ее хоть куда, хоть роняй там в ванну, хоть здесь она, если упадет. Или все время попадает на нее вода. Все замечательно. Еще я заметила, что после этой щеточки, когда ты сделаешь, да, наносишь крем, ну, реально кожа какая-то, она, такое ощущение, что она какая-то всеравномерная становится. И после вот такого умывания очень клево наносить косметику. Мне кажется, она как-то ложится более ровными такими слоями. Как будто ты, знаете, подготовил кожу для нанесения косметики. Да, когда там стены, например, шлифуют, да, там, полируют. А потом наносят вот как бы красивый слой. Тонального, да, например. Вот. Я очень люблю ей пользоваться именно перед тем, как наносить макияж. Фух, все, я позанималась. Выпила только латте с утра. Сейчас делаю себе протеиновый коктейльчик Wellness. И варю овсяночку. Вот моя овсяночка. 30, ой, 40 грамм в сыром виде. Я ее варю. 15 минут где-то мне хватает. Вот, 40 грамм мои сварить. Каждое утро варю. Вот это, кстати, один из моих любимых завтраков. Сейчас на маленький огонечек сделаю. На шестерочке где-то. Ох, долго же я собиралась, девочки. Ну, как долго. Утром видео надо смонтировать, выложить его, позавтракать, голову помыть, накрутиться, собрать, в чем ты пойдешь. А завтрак у меня, кстати, тоже немало времени отнимает. Поэтому как-то все пролетело. И сейчас 12 часов. Я должна была быть у Полины в 12 часов. Сейчас, в общем, я мчу. Мы с ней снимаем совместные видео. Вчера она была у меня в гостях. Мы сняли видео. Сегодня я еду к ней. Сегодня пятница. У нас еще свободные дни. У нее тоже малая с папой остается. И у меня малой с мамой остается. И, возможно, мы сегодня в кино еще пойдем. В общем, сейчас я еду к ней. Потом у меня еще английский. Потом что-нибудь придумаем. Я не знаю, какие у нее планы. У нее вроде никаких планов не было. Но если у нее появятся планы, то у меня всегда... У меня вообще всегда есть стабильно план какой-то. Но я его всегда могу отменить. То есть я обычно езжу к своим друзьям. Провожу там время. Могу смотреть кино. Они всегда собираются. Их всегда много. И весело. Но я могу приехать, могу не приехать. И поэтому я всегда к ним рада ездить. Поэтому если у меня нет никаких планов таких, что, допустим, в кино собрали с кем-то. Хотя я и с друзьями могу в кино пойти. Мероприятие какое-то. То у меня всегда есть куда ехать. Есть там, где меня ждут. Где меня рады видеть. И я всех рада видеть. Поэтому у меня, можно сказать, планы всегда есть нон-стоп. У меня нет такого, чтобы я сидела, знаете, и не знала, чем мне заняться. Вот такого вообще нет. Всегда есть что делать. И мне кажется, это важно в жизни. Вот. Все, я мчу, потому что я опаздываю. А, еще я хочу ехать. Там же на Западном есть магазин лента, в котором продаются пп-джемы, которые мне сейчас на сушке можно. Там всего лишь их три вида. Вот. Но я думаю, зайти какой-то один, хотя бы взять, попробовать, узнать, что это такое. А потом, если что, я уже у своего фитнес-тренера закажу. Она ими занимается. У нее там более 20 видов всяких разных. Просто я должна понять, что это такое. Буду мимо, куплю, покажу. А, кстати, мой образ сегодня тоже. Что-то я долго выбирала, выбирала. Пока еще у меня нет вот этого четкого понимания, как я одета, все ли правильно, все ли линии соблюдены, все ли цвета соблюдены. И я иногда, бывает, смотрю на себя и думаю, что-то не пойму. Что, надо одобрение Насте. Я ей скидываю фотографию, говорю, Настя, как? Она говорит, так, что-то не то. Вот либо вот это поменяю, либо вот это поменяю. В общем, я поменяла обувь. И она говорит, вот теперь зачетик. И я со спокойной душой могу выходить в люди. Так что очень, очень приятно, полезно и ценно иметь таких друзей. Так, руки заняты. Ты чёрт. Тебе нельзя снять? Ты не готова, да? Да, почему можно? Это, ну, нормально? Голок-голок. Ты свободная девушка. Эти вы, можно показываться в белье. Привет. Привет. Ой. Геню, белье, я в домашнее. Красотка, секси-пекси. Ну всё, я приехала. Разваюсь. Сейчас будем снимать нон-стопом. Посмотрю квартирку. Как миленькая же. Ты поубирала всё специально для видео? Я же просто поубирала. Такая уютная. Эта вещь сейчас будем, да? Так уютненькая. Ты не против, что я так показываю всё? Да нет, я же уже снимала ром-тур. Можешь всё показывать. Блин, лё, офигеть. Офигеть. Ты не смотрела ром-тур? Нет. Ладно, тогда тебе понятно всё интересно. Я уже приготовлена. Я не успела поглядеть. Это для съёмки, да? Мы тут будем что-то занять. Блин, как у тебя тут миленько. Можно я вот так вот просто одним глазком и туда, да, заглянем с девочкой? Я, слушай, сейчас знаешь, кого напоминаю? Ксению Собчаку, которая лезет во все свои ненужные вещи. Вот это. Ой, как тут вообще миленько. София сказала, что это красота, убирать нельзя, поэтому ничего. Ей не страшно на втором этаже тусоваться? Блин, класс, мне очень нравится. Какой классный дизайн, необычный. Ладно, всё, моя хорошая, я раздеваюсь. Ну всё, мы с Полиной закончили. Посуду моет Полина после наших вкусных-вкусных панкейков, которые мы приготовили. В гостях, в гостях, пришла. Ей тут приготовили, посуду-то не упала. Да, мы так видео, кстати, сняли, всё делала Полина. Я такая рядом только комментировала. Идеально просто. А я красивую. А я красивую. А вот смотрите, ещё что я увидела у Полины. Это настоящая, кстати? Кокос. Ой, кокос, господи. Кокос. Кактус, да. Чего мои мысли расскажите. Настоящий кактус? Нет, не настоящий. Не настоящий? Нет. Реально? Мы когда были в Полинтине, я ещё говорю, мой стирёк. Похож на мою квартиру такой. А, это не настоящий. Так, то есть, он лёгенький, да, получается? А, он лёгкий, пластиковый. Ё-моё, я-то думала настоящий, прикинь. Вот, короче, всё, мы поснимали. Сейчас пойдём за ппшными, поедем в ленту ближайшую. За ппшными этими джемами. Ну, всё, мы поснимали, всё, теперь у нас выходной с Полиной. Я уже, кстати, сказала, что сегодня муж забрал у тебя ребёнка, дал тебе выходные, а у меня мамочка с ребёнком сидит, вот, и сегодня мы отдыхаем. Сейчас мы едем на английский, потом, может, в магазинчик заскочим какой-нибудь, потом, может, в кино пойдём. Ну, посмотрим по настроению ещё, да, были, посидим где-то или походим, ничего-нибудь, короче, придумаем сегодня. Берём вас с собой. Так, идём на английский мой, сейчас, может быть, Полина будет свидетелем, как я базарю на английский, на английский, на английский. А вот мы вышли с английского, мы даже с Полиной позанимались вместе, и вот она мне ходила и говорила, я английский вообще не знаю, ничего не знаю. Блин, да у тебя уровень такой же, какой у меня английский. Ну, не знаю. Ну, читаешь ты прекрасно, слова все знаешь, всё на уровне, со мной вместе делала, так что... Слов я знаю меньше, ну, читаю, да, вот, кстати, у меня вот, единственное, с грамматикой времена я не понимаю. Ну, это всё дело практики, но ты быстро, мне кажется, научишься, если будешь ходить, тебе прям... Ну, доктор прописал, ходить. Хаус, хаус-доктор. Доктор-хаус. А сейчас мы идём куда-нибудь. Куда-нибудь. Пришла моя еда. Только что-то, мне кажется, в прошлый раз мне делали больше в другом кафе. Что-то мало мне дали. А ты что взяла? Сэндвичи? С курицей и вообще... А что они такие пушистые? Не знаю, ну, салатчик там... Офигенно. Вкусно. Да, но у меня не менее вкусно. Слушай, мне совсем по-другому приготовили яйцо, сейчас попробую. Вообще другое, нежели там делали. Зашли в Юникло. Давай. Давай. Зашли с Полиной в Юникло. И я уже нашла себе, в общем, офигенную водолазочку, которую давно хотела. Из стопроцентной шерсти. Как раз Настя советовала, что в Юникло очень хорошие вот такие водолазочки. Ну, покажу потом. И ещё вот, смотрите, увидела офигенные просто джеггинсы. Они цвета как раз тёмного. Они такие плотненькие. Офигенно сидят. Шикарные, с завышенной талией. То есть можно, ну, как бы, с завышенной. Ну, вроде завышенной, да? Можно прямо, смотрите, сюда. Раз, поясочек, очень красиво, сидят классно. Вот, я думаю, что это всё возьму. И Полине так понравилось, что она тоже сейчас идёт мерить. Сейчас посмотрим на неё. Ой, смотрите, какая Полина. Ну, всё, я их точно беру. Мне нравится, как они на тебе сидят. Как они на тебе сидят. Кстати, а что там хлопок, не хлопок, а с чего я сделала? Ну, подожди. Вумен, ультрамодные женские брюки. Состав. Наш материал тянется во всех направлениях. Я не вижу состав. Эластичный. Слушай, ну, они клавные, но они какие-то такие плотненькие. Мне кажется, офигенно. Ну, у меня всё равно по-разному как-то вы как будто бы выглядели. Ну, у нас же разные фигурки. Ну, прикольно. Слушай, мы с Полиной ещё близнецы. Да, кстати. Мы с Полиной зашли ещё в H&M. Купили сейчас... Он этот детский. Нас просто манит, да, походу? Да. Сейчас купили себе кроши-джеггинсы в Юниклоу. Офигенные. Бум, как близняшки. Да, может быть, в ТикТоке. Запишем какое-нибудь видео танцевальное в одинаковых одеждах. У нас даже вот эти вот наши... Как это называется? Водолазки одинаковые. А, надо носки Малому купить, кстати. Вот. Ну, короче, мы прогуливаемся, смотрим. Кайфуем по магазам. Что-нибудь прикольно будет, я вам покажу. Тебе для девочки всё розовенько, прикольно. А у меня пацан. Пошла носки искать. Выбрала Малому носочки. Возьму 19,21. Здесь мало мерки носочки. Вот такие пять штук. Так, ещё взяла Малому носки и себе взяла шапочку. Ну что, мои хорошие, купила я себе шапку и уже с ней вышла. В общем, мне так понравился этот цвет. Он такой классный, яркий. Взяла её как раз, я думаю, я должна обыгрывать. В H&M покупала. Она стоит там 799 рублей, 800 рублей. Тёплая, классная, яркая. Так, что-то я включила, на меня все смотрят. Так, Полина сейчас проводила уже. Мы купили, а, это говорили джеггинсы себе, такие одинаковые. Так, классно они фигурку подчёркивают. Такие мягкие, свободные, классные. И купила себе ещё шерстяной. Шерстяной, хотела сказать джемпер, но это не джемпер, а это водолазка. Дома покажу, наверное. Или в покупках покажу, потому что я тоже сейчас некоторые ещё вещи показываю. И я думаю, будет вам полезно тоже увидеть. Ну, или дома покажу. Ну, короче, обычная чёрная водолазка. Без всяких вот таких рельефных полосок и так далее. И шерстяная. Вот сегодня, на самом деле, Полина была в шубе и водолазке. А я была в водолазке. Вот это обычная водолазка у меня, хлопковая, да? Но зато у меня вот этот свитер полностью 100% в шерсть. И пиджак сверху 80% в шерсти. И я вам скажу, что мне было офигенно. Мне даже шарф не нужен был. Я его в итоге сняла. И мне было не холодно. Шапку сейчас одела, потому что на улице ветер, чтобы волосы просто не раздывались в разные стороны. Поэтому я только сейчас начинаю осознавать, что вот в одежде из шерсти действительно тепло. И она может быть тоненькая и не колючая. У меня почему-то опять был миф в голове, что если шерсть, то колючая. Фигня какая-то. Сейчас я еду в Ленту в Рио. Она до 12 вроде работает. Я хочу всё-таки поискать этот джем. И поищу его. Потом поеду домой. В кино мы не попали, потому что в кино, короче, всё, что нам нравится, там только вип-залы. То есть время, которое мы сейчас можем пойти, только вип-залы. А то, что не вип-залы, там всё очень поздно. Поэтому, в общем, решили не идти. Парить, зайдись по магазинам. И, в общем-то, очень хорошие покупочки купились. Крошки мои. Ещё сходила в Ленту. Смотрите, что я взяла. Вот это как раз можно. Вот тебе, пожалуйста. Кетчуп, смотрите, низкокалорийный кетчуп без сахара, без ГМО, без глютена. Это то, что мне можно на сушке и будет можно всегда. Такой же я взяла соус чесночный. Так, взяла новую фирму Битты попробовать. Моя фитнес-тренер сказала, что вот рисовая, кокосовая. Короче, здесь это всё вот фирма хорошая. Говорит, не везде продаётся, но в Ленте она есть без сахара. 0% лактозы. Вот, можно пить. Я взяла рисовая с кокосом и взяла с ванилью. Соевая с ванилью попробую. Ещё сладкий взяла. Ой, нет, это вот как раз-таки низкокалорийный. Хлебцы взяла, кстати, мне понравились. Говорят, с лимоном вкусные, но с лимоном просто нет. Вот имбирь, лимон, очень вкусные, правда. Я их взяла две штучки. И ещё вот такое взяла. Единственный вкус там был. Походу, мне придётся у Алены заказать. Тоже вот здесь без сахара, без глютена, груша, ваниль, низкокалорийный. Ну, это вот как раз, я думаю, знаешь, вприкуску. Я сейчас собираюсь ещё оладики какие-нибудь прикольные делать из овсянки. Там тоже покажу, если что, во влоге. Мне кажется, очень классно. Короче, я зашла. Правда, потратила сейчас 1300 где-то, да? Ну, а что поделать? Здоровое питание требует денег. Но на самом деле нет. На самом деле можно и недорого. Просто я на этом деле не экономлю. Всё, хочу вкусненько. И приходится вот так вот хорошенечко тратиться. Но на самом деле вот это кокосовое молоко, которое я брала по 300 с чем-то рублей, дороговато выходит. Вот это я сейчас по 200 рублей купила. Ну, всё, мчу домой к мамочке. Монтировать видос ещё надо, пообщаться с мамой. Малой спит уже. Доброе утро, мои хорошие. И, надеюсь, ветер вас не смущает. Потому что он уже какой раз, какое время уже надоел, честно говоря. Из-за ветра я аж подавилась. Я хочу вас так взять, чтобы микрофончик немного не заглушало. Я сейчас еду на мероприятие. Какое-то у нас специальное тут мероприятие. Очень много блогеров собирается. И очень много людей вообще собирается. Будет про наше женское здоровье, красоту, в общем, питание. Мне кажется, это мне очень полезно и интересно. Сегодня я оделась, долго собиралась, долго выходила. Уже сил нет. Но сегодня я решила одеться. Это второй мой лук, который я уже придумала. Первый не пошёл. Из-за того, что там была некомфортная некоторая одежда. А этот взяла пальто моё. Оно очень тёплое. Здесь 80% шерсти. И я решила выбрать сегодня монохром. Мне кажется, очень даже для мероприятия. Я ещё попрошу кого-нибудь из девчонок меня снять. Я уже второй день так клёво одеваюсь. И сфоткать обязательно попрошу Полину. Я сегодня с ней тоже уезжу. Вот, смотрите. То есть у меня сейчас всё в одном. В одном цвете. И сверху пальтишко. Вот. Ещё я сегодня думала взять сумку или рюкзак. Но я взяла рюкзак, потому что он более по-зимнему как-то выглядит. Вообще, я сейчас себя чувствую вообще просто звездой. Такой яркой, на высоте. Вот. Сумочка у меня какая-то более летняя, бежевенькая. Я решила её не брать. Вообще, мне нужна сумка срочно. А, ещё у меня суперновость. Мне позвонили мои застройщики. И сказали, что уже в начале декабря будет выдача ключей. Я счастлива, потому что у меня практически треть, да, можно сказать? Две трети декабря у меня есть, чтобы найти деньги и сделать ванну-туалет. Хотя бы ванну-туалет. Вот. Вообще, я бы не хотела переезжать в квартиру. Даже если там будет ванна-туалет, всё хорошо. Мы можем там матрас у меня есть. Мы можем на матрасе спать. Ну, то есть, чтобы не платить за квартиру съёмную, получается, за две квартиры плачу. Это очень накладно. Я больше половины своей зарплаты отдаю. Короче, я вообще отдаю всю свою зарплату на съёмная квартира, эпотека, деньги-н-садик. Он тоже 17 тысяч стоит. Плюс бассейн сейчас. Мой вокал, мой английский. Всё. Ну, то есть, вообще, я не знаю, откуда деньги, честно говоря, берутся на еду ещё. Честно, я не знаю. Мама хоть начала пенсию получать. Сейчас тоже сократились доходы, которые я ей говорю. Плюс мы бизнес формируем. Тоже туда нет-нет подтягиваются деньги. И знаете, вот у меня такое ощущение, реально, вот марафон желаний. Реально, вот даже сейчас у меня нет решения, где мне взять деньги на то, чтобы сделать туалет и ванну. Но как только мне отдадутся ключи, я просто чувствую, что откуда-то эти деньги придут. Или я что-то придумаю, или что-то выверит, выскочит. Или реально я как-то начну как-то экономить что-то, или как-то я сделаю с деньгами. Короче, я не знаю, что. Я думаю, может быть, устроить в своём магазине распродажу. Вообще, например, там распродать. Ну, просто буквально, там, не знаю, верхняя одежда, там, по 1000 рублей. Ну, что-нибудь такое. Вообще, ниже оптовых цен поставить всё. И вот, да, давайте как раз вот этот момент. Я ссылку на свой магазин оставлю под видео в Инстаграме. Вы прям заходите. Я постараюсь к этому видео уже сделать что-то. Но если вам что-то понравится в магазине, и вы хотите взять это с хорошей скидкой, просто пишите мне в дирек, скажи, мне нравится вот это, за сколько максимум отдашь? Всё. И я вам напишу ниже оптовой цены. Отвечаю. Вот. Поэтому у меня ещё есть вещи, которые я даже ещё не выставила. Просто вот, ну, не знаю, это надо собраться. Это надо, чтобы мне дали ключи. Я понимала, что всё, я уже могу зайти в эту квартиру и начинать делать. И тогда что-то произойдёт, мне кажется. Но сейчас я даже не понимаю. И мне не хотелось бы жить в квартире. Да, пусть там будет ванна, туалет. И нет кухни, да. Ну ладно, мы поставим стол, мультиварка. Я, допустим, на печке и не готовлю. Да, мы сможем... Ну, не хотелось бы жить вот совсем в этих условиях. Хотелось бы всё-таки сделать квартиру, хотя бы минимум какой-то, да. Чтобы была кухня, ванна, туалет. Чтобы были сделаны стены, постелены полы, потолок и застеклён балкон, да. Это тоже не маленькие деньги, даже не представляю, сколько это всё стоит. Но я не могу почему-то интересоваться всем этим, что, почём, искать людей до того, как мне выдали ключи. У меня вот такая вот тема всегда. Я более вам скажу. До того, как мне выдали права... У меня машина стояла под окном полгода. До того, как мне выдали права, я садилась за руль и я боялась ехать. Ну, то есть я выехала, помню, с братом просто на перекрёсток. И так думаю, мы встали вот так, он такой, что ты стоишь? Я говорю, я не знаю, что мне делать, куда ехать. Представьте, да, страх, неуверенность, потому что у тебя нет прав ещё. Ты как бы выехала, ты вообще-то нарушаешь сейчас права. Да, они уже готовы мне их завтра забирать, к примеру, да, но они не выданы мне ещё, а я сажусь за руль. И вот оно не получалось, понимаете. Это значит, что пока у тебя нет ничего, не начинай ничего делать. Всё серьёзное начинается тогда, когда у тебя уже вот всё в руке, да. И я помню, как только мне выдали права, у меня появились крылья сзади, я купила навигатор, села, и мы поехали сразу в центр. Попеределали кучу дел, нет никакого страха, полная уверенность, как я вожу, как я еду. То есть всё, понимаете. Так и здесь, я сейчас ничего не знаю, и если мне сейчас сказать, пойди, замери, узнали замеры, пойди в магазин, узнаю, что сколько стоит, приценись. Я не могу, у меня просто не идут ноги. Вот когда дадут ключи, всё, я сяду и начну штудировать, я начну считать все свои деньги, все свои доходы, подсчитывать дебет с кредитом, выделять деньги, да. И, возможно, я и магазином вот так прям займусь, распродам все свои вещи эти, которые остались по самой дешёвой цене, вот. Всё, я вас люблю, и поехали, поехали. Вот, подержала Карина камеру, и вы теперь видите, как я одета. Спасибо, Кариночка. Ага, поймала. Правильно питаешься, говоришь, да? А вот, пожалуйста, Карина, да, кофе просто пьёт, ничего не ест. Да, даже ничего не ест. Да, вот, ты тоже на диете, ты тоже правильное питание. Да, кофей не пьёшь. Практикуешь. Вообще вода. Вообще вода, да. А я вот, кстати, цукорий пью, мне здесь налили. И смешала со своими остатками кофе. У меня теперь тёплый напиток непонятного происхождения, но он очень даже себе полезненький. Вот она, я. Твоя роковая ошибка. Не теоретик. Я доктор-практик, который имеет ежедневно на очном... Я не принимаю онлайн. И имею очно огромное количество, 20 и больше человек в день. Различных больных с аутоимонными заболеваниями, с гормональными, с лишним весом и так далее. И сегодняшняя речь будет идти не о том, что традиционная медицина, та, которую у нас коллеги... Где коллеги мои, дорогие друзья? Коллеги. Не та медицина, которую у нас учили с вами когда-то в институте 6 лет, да? Я не буду говорить о том, что эта медицина плохая, а вот эта моя медицина новая, она хорошая. Нет. Мы не можем с вами отрицать физиологию, анатомию, биохимию, правда же? Не можем. Мы не можем отрицать лечение заболеваний с помощью антибактериальной терапии. Не можем. Мы не умеем с вами пневмонию лечить без антибиотиков, правда же? Мы не можем с вами лечить распространенный эндометриоз без гормональных препаратов, правда же? Мы не можем снять обострение арифматоидного артрита без тяжелых гормональных препаратов. Мы ни в коем случае, не обижая ни одного доктора традиционной медицины, не отрицая традиционную медицину и аптеку, мы просто будем говорить с вами сегодня о новой медицине. Что такое новая медицина? Новая медицина это... Давайте сразу определимся с понятиями, да? Новая медицина это интегральная, превентивная, превентивная, которая предотвращает развитие заболеваний, превентивная, функциональная медицина. То, о чем сегодня пойдет речь, это функциональная медицина. Что это такое? Это не какой-то доктор Кашпировский, который вас, по экрану монитора, будет лечить брокколи, нет. Функциональная медицина это нечто более сложное, чем просто традиционная медицина, которая тоже имеет место, будет без ее знаний никуда. Ни разу в жизни, не оскорбляя ни одного врача, не умаляя достоинств ни одного врача, который учился столько же, сколько училась и на, я говорю о том, что существуют новые знания. Существует новая медицина, превентивная, интегральная функциональность. Что это такое? Это точно такая же медицина, которая имеет под собой фундамент. Но мы берем пациента, вы приходите на прием и говорите, вы знаете, я плохо себя чувствую. Мы берем пациента, мы не говорим, ты знаешь, что тебе, наверное, там 35+, иди, наверное, сдай на гормоны, или там щитовидку проверь, так далее. Мы берем ее? Почему есть клинический меню, который я прошу вас дать? Это не моя прихоть. Знаете, да, что такое клинический меню? Это некий список анализов, с которым вы приходите ко мне на прием, не взятый где-то в книге. Так, через полчаса будет розыгрыш, я взяла себе два билетика, 50 призов, 300 билетов уже купили, как я поняла. Ну, в общем, шансы 1 к 6, или как там, правильно считается, в общем, каждый шестой может выиграть, или каждый пятый. Короче, я запуталась, но у меня два купончика. И вы знаете, я хочу, чтобы каждый человечек, который пришел сегодня сюда, он не вынес чего-то такого, чего, может быть, он не знал. Он не изменил свое сознание на 360 градусов, но он отсюда уйдет немножко другим. Я хочу, чтобы вы с этого дня научились 15 минут в день, пожалуйста, 15 минут в день выделять себе, думать о себе, научиться любить себя, перестать относиться к своему организму, как к какой-то машине по изнашиванию себя же самого. Я хочу, чтобы вы каждое утро просыпались с одной мыслью, что вы любите себя, что вы счастливый человек. Не важно, что сделает вас счастливым, любимый человек рядом, родители, которые еще жили, дети, которые есть или будут, какие-то достижения в своем же собственном здоровье или в фильме-зале. Не важно, что сделает вас счастливым. Я очень, я от всей своей души, которая только у меня есть, желаю вам просыпаться каждое утро счастливыми людьми. Я вас очень люблю, я от всей души вас благодарю за то, что вы сегодня сюда пришли. Я так хочу, чтобы вы частичку моей души сегодня унесли, хоть что-то, хоть чуть-чуть, хоть на маленький-маленький вот такой моменте изменили в своей жизни. Я вас благодарю, от всей, от всей души. Спасибо. Мы сейчас идем гулять. Мы сейчас идем. Я хочу книжку купить. Так, вот смотрите, что нам подарили на нашем мероприятии. Отруби хрустящие, пшеничные с яблоком, источник пищевых волокон, водичку. Я теперь знаю, как маркируется водичка после этого мероприятия. Вот это, например, бутылка для одноразового использования. Открыл, выпил, бутылку выкинул. Два раза использовать ее нельзя, потому что при соприкосновении с кислородом, взаимодействии с кислородом, короче, пластик начинает выделять яд, который передается к нам через содержимое в этом пластике. Это вот насколько я все поняла. Ну, короче, я поняла, что вот ПЭК-1 это пластик для одноразового использования. Есть для многоразового использования. Надо смотреть. Так, подарили вот нам маква, хлопья, геркулес, традиционные, 15 минут готовятся. Это вот то, что мне надо. И маква, крупа гречневая экстра, 6 порций. Вот это я не знаю, правда, можно мне или нет в пакетиках, но тоже 15 минут. Наверное, можно. Надо будет узнать. Потом льняная кашка, цельнозерновая, по старинному русскому рецепту. Омега-3, омега-6, без добавления сабхара, без глютена, ой, эко, био, вообще. Без ГМО все, что нужно. Супер. Каша готова к употреблению. В смысле? Ну, варить же надо? Или нет? Или не надо? Она уже готова к употреблению. Может, она готова? Так, ручка. И блокнот нам дали. Вон его сейчас Наташа там читает. Здоровый блокнот. Супер крутой. И вот такие классные пакетики. Бренд номер один. А, это Макфа. Макфа нам какие, глянь, пакетики крутые. Зафигачила. На самом деле, сейчас день следующий, чтобы вы понимали. Я пришла вчера с мероприятия, сразу легла спать. Маме поделилась всеми впечатлениями. Утром встала и давай делами заниматься. И вот только сейчас ребята ко мне в гости пришли. Я думаю, вот дай покажу Натали, где я была вчера. Что мне там рассказывали, что подарили. И вот как раз думаю и вам показать. Я же обещала показать. Вот. Мир перевернулся. Информации очень много. Все очень сложно сразу все это в свою жизнь внедрить. Но я понимаю, что моя жизнь уже не будет прежней. И я по-любому буду все это внедрять и пользоваться. Более того, мне хочется все это более устойчиво внутри себя понимать. То есть правильное питание, чем мы пользуемся, что мы втираем в голову, в лицо, в тело. Все это важно. Чем мы чистим зубы. Что мы едим. Как едим. Из чего едим. Короче, все важно. Это очень важно для здоровья. И мне хочется максимально приблизиться по возможности к этому. Понятно, что в наших условиях жизни все это сложно соблюдать. Но я думаю, максимум возможно. Вот. Поэтому потихоньку буду внедрять. Естественно, все это будет как-то с моей жизнью соприкасаться. Естественно, и канал мой будет, наверное, меняться в какую-то сторону. Я надеюсь, в лучшую. Вот. У меня теперь вот, смотрите. Стекло, пожалуйста. Водичка в стекле только. Но я найду пластик какой-то многоразового использования. И тогда буду в него водичку наливать. Пока только пластик. Пока стекло. Хотя стекло вроде много раз можно использовать, да? Может, стекло еще такое дешевое делают? Что тоже его нельзя? Блин, надо узнать. Стекло, может, тоже так. Так, еще что хотела сказать. Еще хотела сказать, да, что я собираюсь купить все книги Зубарева. И хочу их изучить, почитать. И еще хочу пройти ее марафон. Вот. Обязательно. Потому что мне хочется больше информации, больше в этом вариться. Больше общаться с людьми, которые точно так же поддерживают все это дело. Вот. Короче, хочется менять свою жизнь к лучшему. Внутри и снаружи. Все. Денька что-то приболел немножко. Сопливит, кашляет. Не знаю, как завтра в садик пойдем. Нет. Делов дофигы. У нас друзья. Брат приехал с женой. И, короче, мы тусим. Ну, что, спортсмены, поехали? Держись. Держитесь. Спортсмены, держитесь. Все? Вот, Денька, молодец, да? Скажи, я буду до последнего. Куда Настя, туда я, скажи. Куда сеструля, туда я. Чего? Залазь. На вторую залазь. Вот. О, поехали. Спортсмены мои. Давайте. Вот так. Молодцы. Ну, а вот так вот у нас ребенок качается. Все просто. Кто его качает? Дядь Виталя. Заодно руки себя качают. И там любовь происходит. Ну, что, День, не накачался еще? Нравится? Не накачался. Не накачался. Всем доброе утро, мои хорошие. Блин. Реально. У меня еще появилось одно желание. Я хочу, чтобы у меня был помощник, который со мной реально. Я вам уже об этом говорила. Кто-то написал мне. Я говорю, чтобы он меня фотографировал, чтобы меня возил, чтобы организовывал все мои дела. И кто-то мне написал. Я говорю, мне такой нужен человек. А мне кто-то пишет, это такой муж. Я говорю, муж? Муж, чтобы меня фотографировал, чтобы муж организовывал мои дела? Нет. Мой муж, он сам организатор, очень хороший. И я бы не хотела, чтобы он фотографировал, организовывал мои дела, возил меня. Я именно хочу, чтобы у меня был водитель свой, может быть, отдельно даже. Чтобы у меня была помощница, которая реально вставала с утра. И вот прям вот постоянно меня говорила, так, вот это мы едем сейчас делать, вот это мы едем. Вот это у нас во столько, вот здесь во столько. Чтобы она мне, допустим, с утра уже скидывала весь список на день, на целый день, да. Что в первую очередь, что во вторую очередь, чтобы она хорошо умела договариваться, какие-то рекламные моменты, да, какие-то сотрудничества, чтобы вот она находила, искала. В общем, у меня цель. Я хочу такого человека, правда. Я была у Зубарева, и она постоянно обращалась к своей помощнице. Я так понимаю, что она тоже, ну, с медицинским образованием, Гуля ее звали. И она все время, Гуля, не дай мне соврать, вот к нам приходил. И я так понимаю, что они все время вместе летают везде. И она говорит, так, а куда мы летим сегодня, типа. Я уже, говорит, запуталась. Но я представляю, если человек нон-стоп так делает, я просто представила себя на ее месте и думаю, что я точно так же забывала, куда мы сейчас летим. И эти вот эти часовые пояса все, конечно, это очень сильно выматывает. Поэтому ей вот без помощника никак. Плюс телохранитель, я так поняла, еще у нее есть. Но мне телохранитель не нужен, я ничем таким не занимаюсь. Я так думаю, что у людей нет вопросов, типа, найти меня и что-нибудь мне сделать. Разве что я косметику... Косметики много тестирую. А может какой-то бренд косметики что-нибудь ему не понравится, что я сказала. Ну, мне кажется, это слишком, наверное, да. А вот в ее случае, наверное, да, ей стоит быть аккуратнее. Потому что, да, она составляет какую-то, видимо, большую конкуренцию людям. Ну, в общем, ладно, не об этом. Сегодня, смотрите, я подобрала себе лук. И да, я хочу, чтобы меня кто-то фотографировал. Как я вам сфотографирую лук? Как я вам покажусь? Это где-то надо найти местечко, поставить камеру и крутануться, понимаете? А еще нужно же камеру держать под определенным углом. Я сегодня не накрашенная, потому что сегодня, на самом деле, будний день. Сегодня Денька должен быть в садике. Он... сопли у него, короче. Сопли из-за того, что у него сопли. Вот они не текут, а вот внутри там, да. Из-за того, что у него сопли, он из-за этого кашляет. Вот. Я ничего не даю ему от кашля. Я уже много раз ходила в клинику и говорили, что это сопли, это кашель. Все, не надо ничего давать, не надо никакую мокроту, там, ничего вызывать, все дела. Ну, в общем. И поэтому, как только он кашляет, я ему сразу промываю нос. Все нормально, все хорошо. Только нос немного подзаложил, он опять начинает кашлять от сослительства, вот туда, куда-то там идет, короче. И он начинает отхаркиваться, и я опять промываю. Но сегодня я решила в сад его не везти. Вот выходные все, я за ним смотрела. Ну, мы гуляли вчера. Вот. И, короче, к чему я все это? А что я выбежала из дома и не накрасилась, и успела вот лук какой-то простой на себя накинуть. Блин, что я трещу? Резину я еду менять просто. 10 минут осталось. Ну, что вы, игрушки, вот и закончился день. Ничего я вам не снимала, да? Утром встала, поздоровала. Тихонько, Зан. Ты так это, испортишь свой телефон. Я слышу, что там сапелюхи. Надо сейчас высморкать. Ничего я вам не снимала целый день, потому что поменяла колеса, побежала на вокал, позанималась, опаздывая, бежу на английский, бегу, прибежала на английский, после английского побежала скорее в СДЭК взять свою посылочку. Пришла ко мне посылочка, совсем скоро покажу. Офигенная вещица ко мне прискакала. Поделюсь. Вот, и все, прибежала домой, пожалуйста, вот тут сынуля уже скучает за мной, скорее, скорее. Бабуля убегает уже, ночь темно, бежать. Все, мы будем с Данечкой обниматься. Целоваться, да? Любовка, любовка моя. Все, я раздеваюсь, и это уже завтра увидимся. Опачки, еще пару пакетиков отдаю своей сестре. Пойдемте в машину, я вам покажусь. А вот она и я. Да, сегодня, кстати, я одета. Смотрите. В принципе, блин, на самом деле, чуть-чуть оттеночки какие-то меняешь, и все вот в одном. И мне так приятно, мне так нравится вот этот стиль. Я в нем себя чувствую прямо вообще как в своей тарелке. Несмотря на то, что я там в сапогах, да, вот чережки вот уже. Как бы вот я знаю так, что точно подходит. Это хорошо. Вот, а в чем не уверена, пока не ношу. В общем, пальто прям каждый день ношу. Ой, крошки мои. Вот я и вернулась домой. Вышла. Вышла, что я вышла? Я побежала. Сестре отвезла вещи, взяла у нее маску, которую мне написали, попросили потестить. Какая-то очень интересная, красивая маска. Будет на втором канале. В общем, мне кажется, я там буду похожа на, знаете, как этот жидкий металл из терминатора. Жидкие. Ну, вот ожидания такие. Посмотрим. Вот. Потом поехала за вкусняшками. Сейчас покажу. Смотрите, сколько я всего набрала. Мне очень понравились вафельки. Я вообще люблю эти вафельки. Ну, здесь, короче, белка 23%, сахара 0%, стевия, БЖУ, первое место, протеиновые батончики. В общем, вот это вафельки. Я думала, что бывают только протеиновые батончики. Теперь я поняла, что столько вкусняшек есть протеиновых всяких. Ну, вот это то, что мне очень понравилось, это вот эти вафли. Я их очень люблю. Потом новые. Вот это печенье я еще не пробовала. Я взяла их 3 вкуса. Потом я беру вот эти батончики. Мне нравятся батончики именно с десертом. Вот чизкейк. Это что у нас? Даниш бисквит. А вот баунти решила взять попробовать. Тоже протеин. Мне интересно, насколько он схож с реальным баунти. Так. Вот такие, видите, панкейки, сенабон. Офигенные просто вкусы. Я беру с собой и в кино, и в дороге, если сильно проголодалась. В общем, я взяла тут много всего. Также вот такая криспи. Морозная клюква. Кстати, интересненько. Я съела сейчас одну, прям объелась. Тоже без сахара, без глютена. 11 грамм белка. Так. И еще очень интересненько. Это я взяла джемы. Ну, есть с чем. Мне очень нравится есть, например, утром с овсяночкой. Я ее сварила и добавила что-нибудь. Сейчас у меня там яблочный грушевый, я добавляю. А вот я взяла новые. Малина. Самое интересное, что их нигде не найти. Я их заказываю только вот у своей знакомой. Я объездила все. Она даже показывала как-то обзор из ленты. И говорит, вот в ленте есть три вкуса. Я в итоге приехала, а в ленте в этой нифига нет, я ничего не нашла. Не знаю, то ли раскупили, то ли что. Ну, короче, есть вот такие сладости, джемы. Без сахара, без ГМО, без глютена. Низкокалорийный джем. Вот то, что мне сейчас на сушке можно. И вообще я планирую их продолжать есть. В общем, малину взяла, потому что я люблю и в чай можно. В чай. В чай можно добавлять, можно, ну, как бы, короче, малину взяла. Не знаю, с чаем. Потом вот какая-то новая тофи, чем бы, какая-то новиночка я решила взять. Потом абрикосики я тоже очень люблю. Как их назвать? С моей овсянкой. Потом, вот это вот пасты шоколадные. Вот это у нас с кешью и кокосом намазывать. То есть прям я люблю на эти хлебцы сладенькие намазывать. А это брюнета, это у нас с кешью и карамель. Короче, у меня очень много карамели. Но главное, что все без сахара. Но шуга, видите, 100% натуральная. Много я этого не ему. Я сладкоежка. Видите, я много всего набрала. Я не буду это в раз все открывать. А вот это, ну это если вот сейчас пока что фрукты нельзя. Шоколад с миндалем. Я вообще думала, что это можно в кофе добавлять. Но она говорит, что в кофе не чувствуется вкуса. Что это либо с фруктами, например, можно либо в кашу тоже добавлять. Но кашу шоколадную с миндалем я не очень, честно говоря, люблю. Поэтому я пока это оставлю. Вот именно с фруктами. Классно. Или в мороженое. Вот. Кстати, я сегодня написала, я говорю, а мороженое, говорю, есть низкокалорийное. Она говорит, что вот эти вот протеин бар, протеин бар, вот эти, по-моему, да? Чикола. Короче, какая-то из этих вот фирм, которые здесь есть, протеин бар, вот у них есть мороженое какое-то без сахара. Представляете? В Ашане продается, в Мегамаге она видела. 100 рублей или 120 стоит. Надо будет поискать. Короче, вот такие печеньки еще. Подписывайтесь на мой инстаграм, я буду все это пробовать. И если прям что-то будет вау-вау, я обязательно поделюсь этим всем делом. Субтитры сделал DimaTorzok